Рональд Батчер был довольно обеспеченным пожилым джентльменом. На старости лет он хранил приличные сбережения, которых бы хватило его семье на довольно безбедную жизнь. Казалось бы, когда тратить деньги на старость, как не в преклонном возрасте. Но Рональд мечтал оставить своим близким хорошее наследство, чтобы те могли себе многое позволить и при этом хоть иногда с благодарностью вспоминали своего дедушку. Но родственники Батчера оказались довольно черствыми людьми. Пожилой мужчина их совершенно не волновал. Они вспоминали о Рональде только накануне своего дня рождения, звонили и напоминали о себе, чтобы получить богатый подарок. Мысль о том, что они могут лишиться законного наследства, совсем их не тревожило. Но кому, как не своим родным, дедушка оставит деньги. У него даже домашнего питомца нет, не говоря уже о друзьях или близких, но не по крови людях. Все приятели давно умерли, а новую даму сердца после смерти жены Рональд так и не стал искать. Точную дату смерти мистера Батчера никто и никогда уже не узнает. Дело в том, что его тело нашли только через несколько месяцев после смерти. Трудно представить себе худшую участь. Мужчина еще долго оставался бы без погребения, если бы не соседка, которая, поняв, что давно не видела этого дружелюбного старика, не начала его искать. Невозможно было поверить, что за столько времени никто из близких даже ни разу не позвонил дедушке. Но семью Батчера ожидал очень неприятный сюрприз. Когда нотариус согласил завещание, никто даже поверить не мог, что это не сон, а все происходит наяву. Все свое имущество, которое суд оценил в 700 тысяч долларов, Рональд Батчер, находясь в здравом, умея трезвой памяти, завещал своему приятелю некому Дэниелу Шарпу. Как оказалось, этот Шарп работал на Батчера, помогал ему чистить сточные канавы возле старого особняка. Так они и подружились. Дэниела очень удивило завещание. Он рассказал, что понятия не имел, что Рональд собирается оставить ему все. Тем более, что в последнее время они даже не виделись. Шарп ездил в столицу в гости к старшей дочери. Родственники дружно решили объявить Рональда психически нездоровым. Таким образом, они хотели оспорить завещание. Но адвокат их разочаровал. Он объявил, что мистер Батчер был совершенно нормальный, только очень грустный. Он изменил завещание буквально за два месяца до смерти, так как понимал, что никому из семьи он не нужен.